Точка принятия решения, ты таким образом тут же ее якоришь, или тут же говоришь там козырную Францию какую-то там, например. Ну, хорошо, пойдемте тогда посмотрим, как это работает. И мы понимаем, что наступила точка принятия решения, и мы все прекращаем все остальные действия. Помните, персонаж Лены говорит, что это, я думаю, что-то так парил. Помните? Это совершенно точно был сигнал, что будет восточение точек принятия решения. Причем это, по-моему, было неоднократно. Поэтому, если есть у вас такая предварительная возможность, закрепите за собой такие ролики. Это вам облегчит. Ну, хорошо. Играем дальше. Кто помнит 6 состояний попутин? Давайте их вспомним. Спасибо. Спасибо. Тип пассив какое положительное. Давайте мы напомним. Плюс вон. Плюс вон. Ну, активное. Это активное, такое яркое выражение одобрения, да? Активное, да. Нет, это молоко лепеста глаза. Это пассивное. Я надеюсь, что активный плюс и пассивный. Хорошо? И пассивный. Дальше, естественно. Активные. Активный мягкий. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да? Да. Или... Ну, знаете, когда человек рассказывает, например, когда скука, это тоже что? Персонаж Лены вот в завершающем вот этом вот нашем, как это, раунде интересы, что происходило, когда вот сюда все, а там... Я теряла интересы, мне было скучно достать. Замечали вообще это, да? Спассивное проявление негатива. Что еще? Я вам тут уже, как сказали, интерес и... Точа бы не одержит. Совершенно. Ну, вспомните, сейчас с этим поиграем и поиграем в совершенно такое вот уже, как сказать, живое жизненное обстановку. В тройках вы воспределяете роли с следующим образом. Два участника, например, А и Б, придут в беседу. Идут в салон. Ну, там тройка, там есть еще третий участник, участник С. В какой-то момент участник С останавливает участника А и просит ему сообщение. Какие калибровки он видел у участника В и у участника С? Я сейчас нарисую схему, чтобы это... чтобы вы не путали. Хорошо? То есть в начале... Любой абсолютно, но в начале что вы делаете? Мы показываем калибровки. Друг другу предъявляем калибровки. Есть участник А, Б и С. Участник В и С показывают участнику А свои калибровки в начале. Участник А смотрит. Участник А смотрит. Участник А смотрит. Участник А смотрит. Дальше, что мы делаем? Дальше, участник А и Б ведут разговоры. Беседа. Участники С участвуют разговоры по силам. То есть он, ну, слушатель, а где не слушатель? Может, можно там где-то какой-то реплики участвовать, но при этом нет. Но практически разговор происходит между А и Б. В любой момент участник С останавливает этот разговор. Говорит стоп. И участник А должен сказать, какие были калибровки. У них обоих. То есть фактически он глядит за своим активным, включенным в диалог партнёром и за участником С, который на втором плане как-то красиво слушает. Понятно это? Непонятно? Кому непонятно? Скажите, пожалуйста. Потому что это важный момент, который вам в жизни совершенно точно понравится. Ну, я вам покажу. Ну, как? Показывают одну калибовку или все? Вот, вторую? А кто это разговоры? Лена меня знакомит со своими калибровками. Лена показывает мне, например, активное положительное. А, активное положительное. А, активное положительное. Ага. Запомнил, да? Лена показывает пассивный позитив. Ага. Понятно? Дальше. Активный негатив. Ага. Пассивный негатив. Ага. Да. Дальше. Интересно. Ага. И точка принятия решения. Ага. Хорошо. Точно так же делает ещё один участник. Ага. Только вот мы сделаем, наверное, так. Ну, вот так. Давай. То есть, вот мы с тобой встали, Виктор, мы показываем одновременность своей калибровки, Виктору. Да. Виктор откалибровал. Вот таким же образом. Угу. Если вдруг мне что-то непонятно, покажи мне свой негативный пассивный. А, вот так. Хорошо. Я запомнил. Ага. Дальше что происходит? Персивный. Да. Дальше Виктор, например, и Саша ведут разговоры. Я участвую в нём пассивно. В какой-то момент я говорю, стоп. Виктор. Ага. Дальше. 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 Вы же, естественно, внутри себя отслеживаете. Вот сейчас это мне интересно. Или... Я не знаю, как это было. Или... Фу, это вообще не было. Фу, как это. Да. Или... А, что, в общем-то, да. Да, мне это нравится. Или... Да, вообще, я не мечтал об этом всю жизнь. Я таким образом вам показался, честно, в калибровке. Да? И в этот момент, когда нажали на стол, Лена говорит, скажи, пожалуйста, сейчас калибровка... У Саши какая? Сейчас калибровка. У меня какая? Угу. Понятно? То есть... Участник вот этот обучается просто такому налогу? Если да, то он говорит, да. Если нет, то говорите, нет. И называйте, что было. То есть мы должны же петли обратной связи. Мы все время создаем... Нет, это было вот это. Угу. Я в этот момент чему-то научился. Здесь. Здесь это было вот это. Ага, хорошо. Смысл этого... Спасибо. Смысл этого в чем? Очень часто так происходит, что вы можете идти переговоры, давайте называть этим словом, переговоры, где не только один, но два и даже три участка. Да? Мы уже говорили с вами, что не совсем понятно, кто из них принимает решения. Да? Но нам совершенно точно нужно что-то делать с их состоянием. Помните, вот этот вот персонаж, который много-много там говорил, а человек-то круглый, принимал решения. Немножко гротеск, но тем не менее. Мы... Ага, да-да-да. Я вот считаю, да? Говорил этот персонаж. Ничего он не считает. Он всего лишь навсего голос вот этого вот персонажа. Вот это нужно выяснить и начинать с этим играть. Если вдруг вы заметили, что в беседе, ну, условно говоря, вы беседуете с этим человеком, этот молчит, и у этого вдруг поменялось колюблок, это какой-то из негативных, например, что нужно делать? Менять. Что угодно такое, мы только не оставаться в этом. Да? Срочно менять. Мы начинаем вроде бы разговаривать с этим человеком, но уже строим как-то фразы, чтобы вот здесь менялось состояние. Это очень такой ценный навык, вот дорогого стоит. Вы играете, вот все время настраиваете, держите настройку. Одного, по второму. Одного, по второму. Да. Например, если вот не обязательно все... Спасибо.